Летний зной, наконец-то пришедший в город над Богом, привел к тому, что многие брещане устремились к водоемам. Увы, беспечность и игнорирование элементарных правил безопасности приводит к тому, что некоторые горожане подвергают свою жизнь опасности. Так произошло 25 июня в районе пляжа Восточной реки Муховец. Благо, у истории счастливый исход. В 00 часов 48 минут, 24 на 25 июня, ко мне обратился гражданин о том, что его товарищ пошел плавать и пропал. Вновь было принято решение незамедлительно сообщить дежурному по МЧС и выдвинуться к месту бедствия. При обнаружении тонущего были приняты меры по его спасению, а именно был подан поплавок Малибу и данный гражданин был поднят в катер. Дмитрий ответственно подошел к выполнению своего долга, вызвал МЧС и скорую помощь. Его действия спасли жизнь мужчины 2001 года рождения, который сам подверг себя опасности. Пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения и заплыл за буйки. И этот случай не единичный. За шестилетний опыт работы в схожих обстоятельствах Дмитрий спас порядка пяти человек. Примерно в этом месте этот человек находился. Его было здесь практически не видно. Здесь было лилия. Это вот сегодня у вас позже покосили. Ну, примерно где-то здесь. Практически не показывался над водой и практически не показывал признаков жизни. А это первый раз, когда вы не спасли человека? Нет, у меня уже были случаи спасения. И, кстати, не так далеко отсюда было. Вот там вот человек хотел доплыть до железнодорожного моста, а тоже в состоянии сильного алкогольного опьянения. Ночные купальщики – не редкость на пляже Восточный. Поэтому спасатели дежурят на станции круглые сутки, а также регулярно сдают нормативы. И благодаря таким специалистам, как Дмитрий Тюхай, освод спасает десятки жизней. Работники Бельской областной организации «Освод» всегда повышают свою квалификацию, в том числе профессиональный свой опыт. В том числе и наш моторист Тюхай, который спас человека, он опытный, уже не первый год работает, имеет водолазную квалификацию, задает нормативы спасателя. И, конечно же, это ему помогло в своей деятельности при спасении человека. Но, еще раз повторюсь, у нас каждый работник, он сдает нормативы по физической подготовке для того, чтобы в экстренных ситуациях оказать необходимую помощь. К сожалению, не всем так везет, как повезло спасенному мужчине. С наступлением жары в Бельской области все чаще начали тонуть взрослые дети. И многие из них в местах запрещенных для купания. На территории Бельской области на текущий момент утопления погибло 30 человек, из них два несовершеннолетних. Особо вызывает озабоченность гибель двух несовершеннолетних, которые зарегистрированы в Бельской области за последнюю неделю. Это Пинский район, малолетний ребенок, и Кобинский район, также малолетний ребенок, 2015 года рождения, который утонул буквально вчера, находился на улице 1, возле водоема, водоема Копани. Водоем, хотя небольшой, 15 на 20 метров, глубина 1,7 метра. Этого хватило для того, чтобы ребенок погиб. Мы еще раз призываем родителей всегда знать, где находится свой ребенок, а если это несовершеннолетний ребенок, чтобы он был под постоянным контролем, особенно в опасных местах, таких как водоем. Спасатели регулярно проводят профилактические рейды и беседы, чтобы в очередной раз напомнить гражданам о том, что необходимо знать и строго соблюдать правила безопасности. Целью предупреждения несчастных случаев на водоемах в летний период СВОД проводит большую профилактическую работу с гражданами, с детками, с родовых коллективах. Например, на летний сезон дети, находясь на каникулах в летних оздоровительных лагерях, в постоянной основе они посещают на спасательные станции, где непосредственно они осваивают, как работает спасатель, учатся этому, интересуются. Дальше их ожидает мастер-класс по правильному одеванию спасательного жилета, что очень многие, конечно, взрослые даже иногда не знают. Мастер-класс, если это более взрослые детки, по оказанию первой медицинской помощи на манекине. Каждый ребенок может подойти, попробовать себя в этих силах и тоже сопровождающие детей тоже пробуют. Всем очень интересно и очень познавательно. Правилами охраны жизни людей на водах определено. Это пункт 24 правил, где написано, что люди, ощущающие купание, запрещаются. И там перечисляется ряд таких золотых правил. Но есть три основных правила, которые нужно сказать безукоснительно. Первое – это купаться только в разрешенных местах, где дежурят спасатели, которые могут прийти на помощь и оказать необходимые действия. Второе – не употреблять спиртные напитки при купании. Если же выпил, на пляж лучше не идти, а воду тем более. И третье – это нахождение малолетних детей в так называемой шаговой доступности. Мы еще раз напоминаем, что жизнь ваших детей и ваша жизнь находится в целом в ваших руках. Это зависит от того, насколько вы серьезно относитесь к этим правилам поведения на водоемах. Они не зря существуют, чтобы их не нарушать. Василина Буцкеви, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович, Новости Бреста.